Очередной рост цен на некоторые продуктовые товары отметили специалисты областного департамента статистики за прошедшую неделю. Актоба утопает в негабаритном мусоре, но ответственны за его вывоз сами горожане. На улице Есет-Батыры на сегодня идут работы по асфальтированию дороги между улицей Колдаяково и проспектом Абая. Работы подрядчик обещает завершить до сентября этого года. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Согласно консультативному сезонному прогнозу погоды на осень, в первые два осенних месяца на большей части Казахстана будет относительно тепло, сообщает информагентство «Спутник». По данным КАЗ «Гидромета», температура воздуха в сентябре и октябре прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса. На большей части республики ноябрь тоже ожидается теплым около нормы, в том числе на северо-западе Октябрьской области. Количество осадков в сентябре и октябре на большей части Казахстана прогнозируется меньше нормы, то есть будет преимущественно сухо. В ноябре осадки в большинстве областей страны предполагаются около климатической нормы. Очередной рост цен на некоторые продуктовые товары отметили специалисты областного департамента статистики за прошедшую неделю. В числе подорожавших продуктов – пшеничная мука и куриные яйца. Очередной рост цен на продукты наблюдается в Октябрьской области. С каждой неделей дорожают разные виды продуктов, отмечают специалисты. В этот раз не повезло любителям домашней выпечки. Выросли цены на муку, куриные яйца и соль. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары по городу Октябрь за неделю отмечен рост. Это на соль – 10,6, на муку, пшеничную первую сорт – 4,3, также идет рост на яйца на 2%. Наряду с повышением идет снижение цены – это на капусту – 10,7. Что касается цен на остальные социально значимые продовольственные товары, то ситуация выглядит следующим образом. Цена на литр растительного масла начинается от 800 тенге. Стандартная упаковка макарон стоит от 300. Килограмм риса на развес обойдется в 362 тенге, а гречки – в 591 тенге. Что касается сахара, то ажиотаж на данный вид продукта спал. А сам товар реализуется по цене 473 тенге в местных супермаркетах. Цена на килограмм моркови и картофеля практически равна – 223 и 229 тенге соответственно. А килограмм лука обойдется октябинцам в 218 тенге. Жанна Нагжолова, Жаслон Жубаев, программа «Факт». Актобов утопает в негабаритном мусоре, но ответственны за его вывоз сами горожане. При этом наем индивидуальных предпринимателей, которые могут избавить улицы от стройматериалов, грунта и прочего негабарита, обходятся ответственным жильцам в десятки тысяч тенге. А в Акимате нанимать дополнительных подрядчиков для снижения расходов горожан не намерены. На сегодняшний день Астанинский район обслуживают сотрудники двух мусороуборочных фирм. Вывоз осуществляется без перебоев, заверили в местном Акимате. Частный сектор очищается несколько раз в неделю, квартирные дворы – ежедневно. Однако часть из 375 контейнерных площадок района на данный момент разобрана и вокруг контейнеров валяются кирпичи, как, к примеру, вокруг площадки во дворе перекрестка улицы Аспанова и проспекта Былкарихана. Вы видели только что на перекрестке Аспанова-Былкарихана разобранная контейнерная площадка? То есть контейнеры стоят, а вот площадка саморазобранная, вот эта кирпичная стенка. Вы планируете какую-то реновацию или с чем это было связано, что ее разобрали, эту площадку? Да, у нас в этом году тоже запланировано, вообще сейчас идут конкурсные процедуры по ремонту 93 контейнерных площадок. Есть и установка стал камер. Установка камер по задумке должна поспособствовать борьбе с выбросом негабаритного мусора. Таковой, согласно правилам благоустройства, жильцы должны вывозить самостоятельно. Однако цена этих операций в нашем городе не из дешевых. Мы связались с одним из предпринимателей по имени Бахтияр, который занимается вывозом негабарита. У нас в квартире, в Калбряково 25 адрес, мы на днях там вы, у нас разобрали балкон, там деревянные рамы остались, потом металлическая решетка, килограммов 20, наверное, весит, и унитаз, и шкаф один. Вот я хотелось узнать, сколько это будет стоить вывезти? В рейс, рейс на полигон там, 12 тысяч. Вот загрузите сами еще 12 тысяч, дальше мы уже сами там. Нам поможет загрузить, сможете это? Могу помочь. За это нам доплатить придется или все 12 тысяч ложится? Какой этаж? Первый этаж. Да. Ну, без проблем могу и так. А если, например, был бы пятый этаж, нам бы доплатить, да, надо было бы? Ну да, да, за любому. Цена у частных мусороуборщиков, исходя из объявлений в интернете, договорная, и в среднем составляет 10 тысяч тенге. При этом отдельно жильцам порой приходится доплачивать и за погрузку. В то же время вывоз стандартного ТБО подрядными фирмами в районах осуществляют по цене в 180-200 тенге с каждого жителя в месяц. Но подключать к делу дополнительную компанию, которая бы занималась только негабаритом, в нашем городе не намерены, сославшись на необходимость наличия конкурентного рынка. Эти услуги являются в конкурентной среде. То есть это должны быть, осуществляться только предпринимателями. То есть это вопрос между предпринимателем и жителем. То есть они должны нанимать технику и вывозить это. Такие компании у нас есть, но большинство населения предпочитает лучше его вынести на контейнерную площадку. Влад Рогушев, Юрий Шаповалов, программа «Факт». На улице Исидбатыры на сегодня идут работы по асфальтированию дороги между улицей Колдаяково, бывшей Скулкино и проспектом Абая. Работы подрядчик обещает завершить до сентября этого года. Общая протяженность участка, на котором проходят ремонтные работы по улице Исидбатыра, составляет, по данным подрядчиков, 3,7 километра. В этом году до сентября планируется завершить укладку асфальта между проспектами Мира и Абая, а на следующий год отремонтировать дорогу дальше вплоть до проспекта Алии Молдогуловой. Из госбюджета на двухгодичный ремонт дороги Исидбатыра выделено 730 миллионов тенге, добавили в подрядной фирме. Вопросы подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов обсудили сегодня на совещании в Акимате Актюбинской области под председательством главы региона Удасына Урозалина, сообщает его пресс-служба. В соответствии с планом мероприятия, на этот год был запланирован текущий капитальный ремонт 631 котельной, 273,9 километров тепловых сетей, 89,2 километра водоканализационных сетей, 82,4 километра электрических сетей, 1659 социальных объектов и 2519 многоквартирных жилых домов. По словам руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ержана Муздебаева, на сегодня работы выполнены на 76%. Начата заготовка угля и дизельного топлива для бюджетных организаций и социальных объектов. Для обеспечения в предстоящий отопительный сезон нужд населения требуется 25 тысяч тонн угля. Поставки начаты с июля этого года. Акимобласти поручил Акимам районов и города Ак-Тубе провести разъяснительную работу с населением с целью обеспечения заблаговременной заготовки необходимого объема угля. Также глава региона поручил уполномоченным государственным органам обеспечить своевременное и качественное завершение работ по ремонту социальных объектов, в особенности школ. В Тимиртау, в пятиэтажном жилом доме, из-за вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытие трех квартир, сообщает «Спутник» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел сегодня. Цитирую. В пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже в результате вспышки газовоздушной смеси произошло междоэтажное обрушение в комнате квартиры номер 30-34 между третьим и четвертым этажами и квартирами номер 26-30 между вторым и третьим этажами без последующего горения. Повреждены три квартиры, сообщили в ДЧС. На месте работают 22 сотрудника и 7 единиц техники ДЧС Карагандинской области. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трое задержаны по делу о групповом изнасиловании. Попытки суицида девочки в Павлодаре передают КАСТАК. Инцидент произошел 9 июля. По факту изнасилования несовершеннолетней полиция возбудила уголовное дело по нескольким статьям. 16-летняя девочка выпрыгнула из окна 10-го этажа. Падение смягчили деревья. Она выжила, но очень сильно пострадала. Девушку обманным путем заманили в квартиру и изнасиловали. Она не смогла это пережить и выпрыгнула из окна. Самое страшное, что у девочки круглая сирота, воспитанница дома юношества из Павлодара, рассказала ранее руководитель общественного фонда Немал ЧКИЗ Дина Смаилова. Благодаря врачам Павлодарской детской областной больницы девушка жива. КАСТАК сообщает. Перетоками за рубеж объяснили нехватку дизельного топлива в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан. Минэнерго утверждает, что все ресурсы дизельного топлива будут распределяться в первую очередь в адрес сельхозтоваропроизводителей и АЗС, во вторую очередь промышленным предприятиям и АОНК Казахстан-Семержолы. В случае истощения запасов необходимые объемы в страну будут импортированы. Установленная цена для сельхозтоваропроизводителей составит 222 тысячи за тонну. Это 184 тенге за литр, отмечено в информации. Казахстан сообщает, что в Мангостау дефицит электроэнергии и мощности сообщает пресс-служба АОКИ ГОК. 16 августа в 5.56 на тепловой электростанции ТОО «МАЭК Казатомпром» отключен для проведения аварийного ремонта энергоблок номер один. В результате в Мангостауском энергоузле образовался дефицит электроэнергии и мощности, говорится в сообщении. Отмечено, что будет ограничено электропотребление промышленных предприятий, энергоснабжение населения должно обеспечиваться приоритетно в полном объеме. Кастак сообщает, в июле рост месячной инфляции в Казахстане замедлился до 1,1%, хотя последние пять лет месячная инфляция составляла 0,3%, заявил заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Аклжан Баймагамбетов сегодня на заседании правительства. Годовая инфляция за июль выросла с 14,5% до 15%. Более половины вклада в инфляцию продолжает носить рост цен на продукты питания. Так, продовольственная инфляция ускорилась с 19,2% до 19,7%. Непродовольственная с 13,2% до 14,2%. Инфляция платных услуг не изменилась 9,2% из-за высокой базы 2021 года, отметил Баймагамбетов. Кастак сообщает, предельные тарифы энергопроизводящих организаций по Казахстану вырастут на 10-12%, прогнозирует вице-министр энергетики Республики Казахстан Жандос Нурмагамбетов. По его словам, предельный тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая реализует электроэнергию практически по всем регионам Казахстана, кроме западной зоны, остался без изменения, что на фоне увеличения тарифов других станций от 4 до 12% сгладит рост конечных тарифов для потребителей. Пересмотр предельных тарифов на электроэнергию позволит сохранить порядка 30 тысяч рабочих мест производственного персонала, добавил вице-министр. Спутник сообщает, учебный год в Казахстане начнется 1 сентября и продлится 36 недель до 31 мая, рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Министр добавил, что в сумме с выходными и праздничными днями дети отдохнут 192 дня и только 173 дня будут ходить в школу. Всего в новом учебном году в Казахстане будут работать 7637 школ с охватом 3,6 миллионов детей. Спутник сообщает, в новом учебном году в программы школ будут внесены некоторые изменения. Один из них касается обучения языкам, сообщил на заседании правительства министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов. Теперь в первых классах с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык. По результатам исследований экспертиз мы выявили, что ученику первого класса трудно изучать сразу три языка, а ребенок сначала должен уметь читать и писать на своем родном языке. Поэтому мы приняли решение, в первых классах с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык, в классах с русским языком обучения – государственный и русский языки. Со второго класса в школах с казахским языком обучения начнется изучение русского языка, сказал Асхат Аймагамбетов. Английский язык будет изучаться во всех школах с третьего класса. Также в первом классе введены предметы трудовое обучение и изобразительное искусство. Ученики шестых классов в рамках предмета музыка смогут по выбору обучиться игре на дамбре. Кроме того, в школах за счет дополнительных факультативов дети получат возможность изучать шахматы, добавил министр. Сейчас на Рикотове небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Дети с аутизмом и другими серьезными заболеваниями проходят реабилитацию в специальном центре. В нашем городе он существует уже второй год. На этой неделе во всем мире отмечается Международный день бездомных животных. И эта дата не праздник. Октябрьские спортсмены вернулись домой с международного чемпионата по триатлону «Айронмен». Стать владельцем Камри и выиграть многомиллионы «Джекпот» пора действовать. Шесть билетов «Лото 6 из 49 на сумму 1800 тенге» и ты участник розыгрыша автомобиля 29 августа. Шанс стать миллионером еженедельно в понедельник, в среду и в пятницу. Подробнее на sz.kz. Я боюсь идти домой. Я не знаю, что меня там ждет. Я так хочу, чтобы она всегда была такой, как и сейчас. Хватит молчать! Здравствуйте! Чего я могу вам помочь? Вы смотрите программу «Факт». На Рик-ТВ мы продолжаем. Дети с аутизмом и другими серьезными заболеваниями проходят реабилитацию в специальном центре. В нашем городе он существует уже второй год. В настоящее время его специалисты начали активно проводить разъяснительную работу среди родителей в свете последних событий. Напомним, несколько суток в Кустанайской области искали пятилетнюю Мадину, но ребенка спасти не удалось. Девочка страдала аутизмом, не разговаривала и побег из дома обернулся для всех жестокой трагедией. Аналогичный случай, правда, с хорошим исходом произошел в Павлодаре. 12-летнего беглеца с таким же диагнозом двое суток искали более 500 сотрудников полиции, нацгвардии, собракинологов и волонтеров. Мальчик был найден в яме. Оба случая взволновали и родителей, и все гражданское общество. Родителям в возрасте от двух до шести лет чаще всего дети убегают. Не исключено, что и позже они будут убегать, но это самый такой пик, когда ребенок не понимает обращенную речь, когда не может самостоятельно обратиться, попросить о помощи. Здесь только бдительность родителей. Пожалуйста, договаривайтесь с родными, близкими, дедушке, бабушке, чтобы у вас был какой-то системный подход в плане безопасности ребенка. Специалисты нашего центра отреагировали на события активизации профилактической работы с родителями. Помимо общения в мессенджерах, их приглашали на очные тренинги, где рассказывали, как избежать подобных ситуаций. Как ни печально, но детей со сложными диагнозами и с нарушениями коммуникативных навыков меньше не становится. Сейчас в центре проходят реабилитацию более 50 несовершеннолетних. Примерно столько же ждут своей очереди. Понятно, что такие пациенты однозначно нуждаются в помощи педагогов, психологов и медиков. Центр – единственная возможность ею пользоваться регулярно. У нас центр кратковременного пребывания. Четыре часа дети здесь находятся. Вот у нас Акимат когда оплачивал, дети занимались три месяца каждый день по четыре часа. В эти четыре часа с ними занимались логопед, психолог, дефектолог, ЛФКшник. Также центр использует передовые методики, которые научно доказаны, апробированы. Это уже ИБИ-терапия, сенсорная интеграция, нейрокоррекция. Также у нас специалисты работают по программе «Запуск речи», тоже новые методики. Используют альтернативные коммуникационные карточки, это ПЭКС. Работают с детьми 15 штатных сотрудников. Бесплатный курс в рамках госзаказа длится три месяца. При желании его можно продлить на коммерческой основе. Ирина Гуц, Юрий Шаповалов, программа «Факт». На этой неделе во всем мире отмечается Международный день бездомных животных. Эта дата не праздник, а повод обратиться к проблеме бездомных животных, которая остро стоит в том числе и в нашем городе. Международный день бездомных животных был учрежден в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных. Начинание нашло поддержку в лице многих зоозащитных организаций разных стран. Одна из задач Дня бездомных животных – пробудить во владельцах зверей ответственность и сознательное отношение к братьям нашим меньшим. Все прекрасно знают, что отношение к животным – это один из показателей тренированного государства. По сожалению, далеко еще до того, чтобы считаться таким привлением. Потому что то, что сейчас появится, это тот террор, который, в общем-то, отправлен на истребление всех животных, виноватых и виноватых, бродячих и бродячих. Дело в том, что самое страшное, что в стране отсутствует вообще система работы с животными, то есть оказание помощи, ветеринарная служба, служба спасения, но в том числе и службы, которые направлены на то, чтобы покинять бездомных животных, покинять в приютах. Как известно, проблема бездомных животных волнует жителей разных городов и стран. Ахтубе – не исключение. Это в очередной раз доказывают недавно произошедшие в нашем городе трагические случаи, когда стая бездомных собак загрызла ребенка, напала на школьника и даже взрослого человека. По данным городской станции ветеринарии, с начала года специалистами уже было отловлено 3519 бездомных собак. Приюты тоже не решение проблемы, считают актубинцы. На их содержание также необходимы определенные средства. Ну, там же тоже издевательство, их же надо кормить чем-то. Вот сон, бржан, сон, да, уляси, да, вот. Ну, отлов, сидите, тетя, педя, ну, они же тоже там будут голодные, это же издеваться будет, тоже издевательство. Вообще, мне кажется, истамовый рикшар, разводить нельзя. Просто это издевательство будет, я так думаю. Вы, наверное, замечаете, что собак много стало, они буквально везде. Есть некоторые очень безответственные люди, которые сперва заводят животных, а потом не заботятся о них, выгоняют на улицу и даже не сдают в приют. Проблема острая, в нашем городе особенно, но я не замечаю, чтобы какие-то меры по этому поводу предпринимались. Я негативно отношусь, а что я, утилизация нужна я. Приюты, может быть, создавать или... Ну, а кто их кормить будет? Там, раньше на мясокосном куш перерабатывали, их ничего страшного. Конечно, в этом случае у ктюбинцев возникает дилемма и неутихающие споры. Как же бороться с бездомными животными? Некоторые предлагают отлов и эвтаназию, другие – содержание в приютах. Одно понятно точно – необходимо пробудить в людях ответственное отношение к питомцам, которых они заводят по собственному желанию, чтобы не дать количеству бездомных животных расти. Жанна Акжолова, Жасан Жбаев, программа «Факт». Актюбинские спортсмены вернулись домой с международного чемпионата патриотлона «Айронмен», который проходил 14 августа в городе Нур-Султан. Более двух тысяч участников из разных стран боролись за звание сильнейших, соревнуясь в беге, плавании и велогонке. Более двух тысяч участников из 56 стран мира приехали в столицу нашей страны, чтобы попробовать свои силы в одном из популярнейших видах спорта – триатлоне. Чемпионат «Айронмен» собирает массу болельщиков, которые пристально следят за достижениями любимых спортсменов. И актюбинские триатлонисты – не исключение. Я вернулся с соревнований. Это серия гонка «Айронмена». Проходила она в городе Нур-Султан 14 августа, на которой участвовало более двух тысяч человек. Принимало участие 56 стран. То есть это участники со всего мира приехали на такие соревнования. С актюбинского у нас получается делегация была из 32 человек. Мужчины, женщины, то есть принимали участие каждый в своей возрастной категории. И в своей возрастной категории мне удалось занять первое место. А в абсолютном зачете я стал третьим, получается, среди всех по результатам. Алексей Вшившцев довольно долго занимается этим видом спорта и уже является тренером для юных воспитанников. Сегодня спортсмен рассказал о том, как проводятся тренировки актюбинских триатлонистов. Да, у нас есть федерация триатлона в Актюбинске. База это у нас бассейн «Достык». И плюс сейчас построился триатлон-парк, также оснащенный сейчас залом, беговыми дорожками. То есть развитие идет. Сейчас детей набираем. То есть теперь уже на профессиональном уровне, но только любителей тренируем и плавно готовим к этому всему. А набор детей как осуществляется? За скольки лет и как занятие проходят? На платные или бесплатные? Подготовка детей проходит, получается, на базе сейчас бассейна «Достык». То есть ребенок с 10 лет может уже записаться на секцию, собирает по параметрам, умел плавать, не боялся воды и так далее. Несмотря на завершившийся недавно чемпионат «Айронмен», Алексей вместе с другими спортсменами уже готовится к предстоящему чемпионату мира по триатлону. Этой осенью двое актюбинских триатлонистов в составе сборной Казахстана поучаствует в этом престижном соревновании, который пройдет с 6 по 8 октября на Гавайях. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Накануне в наш город прибыл 72-летний Сарсимбаев Кутарашев, житель Улутаусской области. Несмотря на свой преклонный возраст, мужчина пешком путешествует по Казахстану, толкая впереди себя небольшую тележку с необходимыми вещами. По информации городского акимата, Аксакал побывал уже более чем в 10 городах нашей страны. В Актобе же он пришел из Костаная, а в дальнейшем планирует отправиться в города Уральска, Трау и Актау. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов будет рекомендовать Конгрессу организации продлить отстранение представителей сборной России и Белоруссии от международных соревнований. Об этом сообщила пресс-служба IBU, передает Вести Киезет. Также исполком IBU предложил сохранить приостановку членства СБР и Белорусской федерации биатлона. Представителям СБР и БФБ рекомендовано дистанцировать от спецоперации на Украине. Конгресс Международного союза биатлонистов пройдет с 15 по 18 сентября в Зальцбурге. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжение следует... Біздің қызметтері үшін бәрін жасайды. Сіз қарапайын салық төрі үшісізбе, табыз туралы декларацияны қалайша соға болады. Жер, мүлік және көлік салығын тексеру және есептеу. Артық төлемді қайтару және тағыда көптеген. Е салық азамат мобилді қосымшаса. Дайын пішіндермен, каркуляторлары бар, әмбейбап көмекші. Сіз шағын безынс өбекті сізбе? Е салық безынс қосымшасы, салықтар мен әліметтік төлемдерді өз есептейді, және қаз салық аппаратта ұстырады. Мұнда есепке қойу, салық режиміна ұстыру, қызметкерлерді есепке алық және жалаққа, анықтамалар беру, шоттар және тағыда басқа бойынша жіберу. Сізде және әлдетілікен жыққа бар ма? Салықты өнемдеу арқылы күрісті артырыныз. Жәбдіктар мен бағдарламалардың өш компоненттік ешенің қамтайда. Онлайн касса, постерминал, және тауарды есепке алыудың автоматтан тұрылған жүйесе, орнатын және өнемденіз. Сұрақтар қалды ма? Телеграмда салық бұл сізге жетел жоап береді. Автоматпен салық түрініз жылдам қарапайым және байдала. Бұл сізге жылдам қарапайым және байдала. Бұл сізге жылдам қарапайым және байдала.